20-летний юбилей Старооскольский дом ремесел отметил отчетной выставкой «Живая нить традиций». Экспозиция размещена в Краеведческом музее. Посетить ее можно до 14 января. Каждая отчетная выставка дома ремесел – это калейдоскоп творчества. Вышивка, гончарство, куклоделье, лазоплетение, резьба по дереву. Около 500 работ оскольских мастеров объединила экспозиция, посвященная юбилею дома ремесел. В двух залах Краеведческого музея разместились лоскутные картины и награды Юлии Сергиевой, деревянные шедевры Михаила Мещериной, Сергея Бронникова, глининные игрушки Ольги Семиной, тканые панно Ирины Меличенковой. Всего работы представили около 40 умельцев. В старину такой техники не было, когда специально резали и ткали на старинном ткацком стане липачиху. Липаки нашивались. Мы немножко ее усовершенствовали. Коллектив дома ремесел – всего 8 человек, но у него много друзей-единомышленников. Сергей Бронников – один из них. Проделана очень большая работа, и я тоже там еще был на железнодорожном вокзале, и все это видел, как они развивались. На пути становления Староскольский дом ремесел пережил немало. Сеть домов ремесел была создана по всей России, в том числе и по всей Белгородской области. И не все отчетливо понимали, вообще для чего создаются такие учреждения, что входит в их обязанности. Потому что я пришла, и мастера занимались самодеятельным творчеством. И вот поставить их на рельсы сохранение традиций, сохранение традиционного мастерства, сохранение технологий традиционных. Для этого нужно было бы проделать большую, серьезную работу. Но мне повезло, у меня были хорошие подсказчики. Мне повезло с тем, что мы застали еще Наталью Михайловну Гончарову. С приходом Натальи Никишиной о Староскольском доме ремесел узнали далеко за пределами Белгородской области. К слову, накануне в Москве ей вручили премию правительства «Душа России» в номинации «Народный мастер». Я не ожидала. Это очень сложно получить. Ее там очень серьезная сита, очень много кандидатур, они очень сильно отсеиваются. Подводя итоги 20-летия, творческий коллектив уже строит грандиозные планы. На казачьих буграх, где находится сегодня дом-ремесел, планируют создать историко-культурный заповедник, где будут охранять традиционные ремесла земли Староскольской.